Ольга Валерьевна, добрый день. Какова на сегодня эпид-обстановка в республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. На сегодня, на 27 ноября 2020 года, по данным Управления Роспотребнадзора, по республике выявлено 217 новых случаев коронавирусной инфекции. Исходя из нового подсчета, применяемого уже практически месяц, отдельно выделено 48 носителей коронавирусной инфекции. На город Якутск приходится 116 новых случаев. Необходимо обратить внимание на увеличение случаев в сельских районах, таких как Чуропчинский район и Мигино-Кангалавский район. Но, соответственно, к ним привлечено и внимание в связи с возникшими новыми семейными очагами и определенного рода меры по усилению на настоящий момент, соответственно, осуществляется. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент в целом республики продолжают свою деятельность как санитарные врачи, так и органы здравоохранения. Учреждения здравоохранения начали по предварительной записи плановый прием практически во всех муниципальных образованиях, исходя из тех соответствующих задач, которые поставлены Министерством здравоохранения, исходя из потребностей людей, проживающих на территории нашей республики. За последние сутки зарегистрировано по данным управлением Роспотребнадзора 4 летальных случая. Наши лаборатории продолжают работать также для того, чтобы обеспечивать 48-часовое изготовление анализов. Достаточно меньше стало жалоб в части вопросов, связанных со сроками проведения анализов. Тем не менее, они есть, каждая из них точечно рассматривается. И непосредственно, значит, на настоящий момент за сутки проведено 4 225 исследований на коронавирус. Еще республика провела 771 тысячу тестов на коронавирусную инфекцию. У нас продолжает на территории работать 14 лабораторий, как в федеральных лабораториях, так и наших республиканских лабораторий. Кроме того, в районах республики начали применять и тестирование не путем ПЦР-лабораторий, а путем непосредственно исследований на ИХА и ИФА. Под наблюдением, под мониторингом ежедневным, как продолжает находиться скорая помощь, продолжают находиться цены на лекарства. И сами лекарства в наших аптеках, здесь Росздравнадзор проводит соответствующую работу. Ну и, соответственно, значит, под четким мониторингом сегодня находится и контролем, соответственно, использования в том числе федеральных денежных средств, как на лекарственные препараты, которые закуплены все, так и на мероприятия, направленные на борьбу с ковидом в целом на территории нашей республики. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, мы все понимаем, что приближаются у нас самые любимые наши праздники, праздники новогодние. И, конечно, сегодня нужно четкое понимание того, как пройдет Новый год, как мы его встретим. И одним из мероприятий, которые всегда мы проводим перед Новым годом, это является покупка подарков нашим родным и близким. Давайте позаботимся друг о друге, как можно раньше в этом году начнем покупать подарки для того, чтобы в последующем, в конце декабря, не создавать, значит, определенного рода толчи в магазинах, для того, чтобы наши новогодние праздники не были испорчены такими страшными сводками о наших болезнях. Поэтому хотелось бы, чтобы мы понимаем, что у нас сегодня будет объявлен четкий план, план действий относительно того, как организованно пройдут у нас, значит, новогодние мероприятия. Но уже сегодня задумайтесь, что пришла пора покупать подарки пораньше, для того, чтобы наши торговые центры, магазины не стали источником заражения и вирусов. Продолжение следует...